Привет, друзья! С вами Рома и канал Просто Симулятор. Какого я только добра не показывал в обзорах, но вот до мотоциклов еще дело не доходило. Благо, наш автор ничего к ФОСу-22 до настоящего времени и не делали. Но скоро ситуация изменится и подъедет в наши гаражи вот такая замечательная машинка. Работает над ней Миша Артемов, он же Миха ТМ, он же М. Артемов. Собственно, герой нашего обзора это Рейсер Альфа 110. Известная многим машинка по нынешним временам, бюджетный такой маломощный мотоцикл, но для деревенского сельского пацана и не только самое оно, чтобы порассекать. Что касается, ребят, конфигов, у нас, во-первых, мотоцикл на 7 лошадок, у него емкость бака топливного всего 8 литров, 75 км в час, максимальная скорость, но конфигурации у него более чем достаточно. Это касается, в частности, например, дизайна. Есть действительно разные цветовые версии, не только версии в плане цветовых вариантов, но еще и надписей, что также добавляет определенного стиля этому самому мотоциклу. Но не это, друзья, не самое главное. Тут еще хватает других плюшек, в частности, например, можно колесные диски выбирать. Здесь Миша постарался. Также есть вариации, например, защиты. Ее можно ставить в двух вариантах. Вот такой подрамник, либо же дуги безопасности, в зависимости от вашего интереса. Также можно ставить различные обвесы, например, зеркала, плюс такой вот обтекатель ставить перед собой, ну, если вам нравится, что-то более безопасное, не такое брутальное без обтекателя. Также можно вешать багажник спереди и сзади. Ну и другие вещи, например, защита приводной цепи. Хотите ее оставить закрытой, пусть будет открытой, хотите поставить, друзья, ее, сделать ее открытой, пожалуйста, вот она цепь у вас открытая, либо уже с таким металлическим кожухом. Кроме того, можно менять задние амортизаторы, глушачок поставить сильный, стильный, если вы хотите, например, либо хромированный, либо вот такой вот миниган, ни много ни мало, да-да-да-да. Также можно повесить, например, наклеечку на бак, либо вот такую, со смертью, с косой, либо, ну, такую барышню. Собственно, я ее собираюсь повозить в данном обзоре на этом замечательном топливном баке. Ну и также, ребятки, можно поработать со светотехникой, поставить светящиеся стрелки, плюс, опять же, часики можно установить на нашу приборную доску. Вот такая вот замечательная у нас игрушка на обзоре. Да, конечно, не Ява, которая на халяву, не Ковровец, не Планета и не Юпак, но, надо сказать, мотоцикл уже другого времени, и, собственно, также он хорош для этих целей, для покатушек по сельской местности. Ребятки, сразу отмечаю, что мод еще находится в работе, Миша над ним трудится по-прежнему, и звуки у него еще не готовы, поэтому по звукам не судите строго, по моду в остальном все необходимое у него имеется. И в плане рабочей светотехники, и загрязнения, и износа. Ну и, само собой, в целом, видите, по конфигам достаточно всего для, вот, казалось бы, такой простой вещи, как мотоцикл. Поэтому Альфа действительно будет очень с хороша собой. Для целей таких, как просто покататься, поразвлекаться, посмотреть на свое хозяйство, не там через полет в изи-девелопмент, а вот так, покатушками, почему бы, собственно говоря, и нет. Тем более, что легковой автомобиль это такой себе, у варианта доедает, вот почему бы не развлечься на мотоцикле. Ну, а перед тем, как отправиться в путь, разумеется, износим и испачкаем его, как я и обещал, правда, надо с него слезть, чтобы поближе на него посмотреть, из положения в приседе, ну, чтобы увидели, что действительно все присутствует, трется мотоцикл наш и пачкается по полной программе так, что хотите, чтобы он выглядел вот так, будто вы ехали откуда-то по дождю сельской дистакотеки, почему бы и нет. Как вариант, весьма неплохо. В общем, ребята, сейчас все этому посестьим, конечно, зачем такого красавца портить, да и прокатимся немножечко, чтобы получить эти самые ощущения от мотоцикла. Понятное дело, что что легковушки, что мотоциклы, вещь абсолютно бесполезная на ферме, разумеется, с ними плуг не утащишь, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но в плане вот именно такой развлекухи, почему и нет. Тем более, опять же, мотоциклов, то, что касается знакомого нам по нашим родным просторам, и не хватает. Ну а рейсер Альфа тоже, как бы, конечно, новый герой, скажем так, наших сельских поселений, но тем не менее, все-таки уже прижился бюджетный такой простенький мотоцикл, который в определенной степени доставляет нашим пацанам и дает им возможность покататься по деревне с ветерком. Да и не только по деревне, в городах их также этих прикольных малышей хватает. В любом случае, еще раз, друзья, вариация вот такая у нас теперь появляется на тему всевозможных покатушек, приятных по нашим полям. Ну и давайте, наверное, все-таки перейдем в ночной режим. Это, знаете ли, больше приближено к реальности, тем более, что мы гоним тут по полям. Вот действительно, как будто возвращаемся домой с какой-то тусы, с какого-то пятачка в соседней деревне. Ну, очень, конечно, прикольно все смотрится, зеркала здоровски работают. Ну и, само собой, светотехника в полном порядке. Конечно, очень атмосферно, ребят. Ну, кое-что и мне из моей юности, скажем так, напоминает. Правда, в моем случае, когда угонялся у отца совершенно другой мотоцикл, куда более тяжелый Урал с люлькой, были такие замечательные времена, да-да. Приятно вспомнить, конечно. Ну, кроме моих родителей, конечно, так как получал это знатно, и они очень сильно переживали за тот самый угненный Урал. Конечно, удовольствие немеренно доставлял этот Урал. И, в принципе, эта модификация несколько позволяет окунуться в те самые времена, когда мотоцикл был действительно пределом мечтаний деревенского пацанала. У кого что только у нас в деревне там не было, в моем родном поселке. Ну, вот, конечно, такого мотоцикла, разумеется, не было. Не в тех он времен, но, тем не менее, друзья, также позволяет несколько вот окунуться мне, например, в мою самую юность, когда я еще был подростком. Ну, прикольные действительно были времена. Так что, друзья, ожидаем, когда же Мишка доделает самую модификацию, и все сможете ее пощупать. Пока вот как-то так. Да и есть все необходимое, как видите, для такой, казалось бы, простой модели. Очень много конфигураций. Ну, и весь необходимый антураж присутствует. Конечно же, хочется послушать уже его с другими звуками двигателя. Ну, думается, этот момент не за горами. В любом случае, ребят, подписывайтесь на группу Миши ВКонтакте. Там он постоянно выкладывает новости по разработке своих проектов. Так что, узнаете там не только про этот мотоцикл, как идет работа, но и как обновляется, например, его пак пассивных комплексов Кузбасс Томи. А у меня, друзья, на этом все, что я хотел вам показал и рассказал. Разумеется, желаю вам, как и всегда, и вашим близким здоровья, всего самого лучшего, а всем нам мирного чистого неба над головами. Заглядывайте в мою группу ВКонтакте, там найдете и меня, и новости от авторов модов. Ну, и, разумеется, конечно, какие-то модификации для своих хозяйств. Присмотрите, я же надолго, разумеется, не прощаюсь. Совсем скоро увидимся и услышимся на этом самом месте, на канале Просто Симулятор. Пока-пока, друзья!